Саммит АТЭС впервые в истории не смог согласовать полноценную итоговую декларацию лидеров стран-участниц. Ситуацию журналистам пояснил канадский премьер Трюдо. Якобы это произошло из-за противоречий между китайско-американской делегациями, торговой войной, которую Вашингтон ведет сейчас против Пекина. В итоге некое финальное к именике приняли, но исключили из него большинство значимых пунктов. Как в целом прошла работа саммита в одной из беднейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона, расскажет наш корреспондент Александр Балицкий. Это наш министр АТЭС, его зовут Джастин Ткаченко. Мы знаем, что это русская фамилия. Жителям Порт-Мурсби новогвининский министр Ткаченко запомнится не только тем, что отвечал за подготовку здесь первого саммита такого уровня, но и тем, что разбил в столице огромный парк Орхидей. Яркие краски и то, что должны привнести уже в мировую экономику лидеры стран АТЭС. Второй день саммита проходит без галстуков. Неформальный характер встречи, чтобы было проще найти общий язык даже там, где острых углов все больше. Американский вице-президент Пенс и китайский лидер Си Цзиньпин стараются даже взглядом не встречаться. На общем фото их разделяют премьеры Японии и Папуа. За круглым столом все вместе снова обсуждают проблемы глобальной торговли. Россия против односторонних мер и настаивает. Необходимо восстановить статус всемирной торговой организации как основы торговой системы. Как раз об этом и говорил российский премьер Медведев на деловом саммите. По порту Морсби делегации передвигаются на таких вот спортивных Мазерати. Правительство Папуа-Новой Гвине специально закупило их для саммита. Что правда тут же вызвало шквал негодования. Все-таки Папуа-Новой Гвине одна из самых беднейших стран. Не только этого региона, тут сразу 40 таких вот роскошных спорткаров. Но правительство успокоило. Сразу по окончании саммита все машины тут же продадут. Причем даже дороже. Все-таки возили первых лиц. Университетский преподаватель Майкл Кабуни теперь здешняя знаменитость. Его фотография на первой полосе самой популярной местной газеты. И статья о недавнем первом путешествии папуасов в Россию. Это пушка, которая находится у Петропавловской крепости. И нам даже разрешили выстрелить из нее. Теперь на своих лекциях Майкл рассказывает. Деревня Маклая, как когда-то папуасы называли Петербург, далеко не деревня. А Россия высокотехнологичная страна, где многому могут научить. Соглашение с местными университетами о большой научной работе подписывает двоюродный праправнук знаменитого российского этнографа Николая Миклуха Маклая. Он и сам его полный тезка. Год назад впервые высадился на берег Маклая, повторив путь своего прославленного предка. Кадры из экспедиции легли в основу большого фотоальбома. Вместе с книгами по истории они теперь хранятся в Новогвинейской библиотеке. Но договорились ученые не только об этом. Мы сейчас уже запланировали и на апрель экспедиции, и российский уголок, и мероприятия совместные. Еще год назад нам некому было позвонить. Я еще когда организовал экспедицию, не знал, что делать. И сейчас у нас только друзей выходят. Здесь не сомневаются, такая работа создаст основу и для совместных экономических проектов. Народную дипломатию не зря ведь называют ключом к диалогу, к которому так стремятся политики на серьезных саммитах. Александр Балис, Карин Ангарий, Вадим Клеванов и Илья Баев. Вести из Папуа. Новая Гвинея.